Дефицит младшего медперсонала стал причиной конфликта в одной из городских больниц Петропавловска. Возмущенные пациенты одного из отделений остались без должного ухода и без уборки палат. Жалобами они обратились к сотрудникам лечебницы, на что получили ответ. Убираться некому, людей нет, никто за такую зарплату работать не будет. Санитарночку у нас нет. Вот, ну и то есть у нас два дня уже не моется пол, не вносятся утки, то есть у лежачих больных. Ну как, что с этим делать? Руководство в курсе, работников нету, за 70 тысяч зарплаты никто не идет. Но и ситуацию уже прокомментировали, главный врач больницы и руководитель облздрава. По мнению обоих, труд младшего медперсонала в регионе оплачивается вполне достойным. На вопрос с дефицитом кадров здесь не стоит. Период пошел отпусков, из-за этого небольшая нехватка стала. Было вместо четырехсменки, трехсменка стала. И в этот момент в неврологии получается, что пошли по графику в отпуск санитарки, плюс были на больничном. И до этого одна уволилась, и мы как раз принимали на работу. И в этот момент попало, что получилось так, что они нашли быструю замену. В любом случае, человек же находит, где лучше, где больше работа на заработную оплату. Они уходят, мы других привлекаем к работе. Человек в месяц один-два увольняется, один-два приходит. Они, бывает, месяц отработают, не понравится, уходят. Бывает, некоторые дальше работают. Имеется такое понятие при оплате заработной платы, как базовый должностный оплат. Он реально составляет 78 тысяч, но на самом деле на 78 тысяч никто не работает. То есть заработная плата составляется из поправочного коэффициента, из ночных дежурств, которые оплачиваются в полуторном размере. И в среднем в итоге санитарочки первой городской больницы, в частности, если брать это в данный случай, зарабатывают порядка 120-140 тысяч. Деньги в месяц.